Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале Майджитеру. Можно ли заливать дешевые декстроны в автомобиле? У нас в России называют почему-то декстрон, хотя, конечно, это декстрон, декстрон 3, он популярный до сих пор продукт, его используют очень много машин, особенно старенькие такие автомобили с ЭКПП. Этот конкретно продукт делается в Нижегородской области, это город Держинск, да, именно тот Держинск, компания-завод СВХИМ. Заводы уже там много лет, они давно работают, у них размещается по контракту даже Газпромнефть, сам Газпромнефть, они правда размещают у них только дизельные продукты, дизель, дизель премиум универсал называется, по-моему, или универсал дизель называется 1540, и там размещается у них еще Майку делает Роснефть, поэтому заводы доверяют, Газпромнефть доверять кому попало точно не будет 100%. Вот раньше делали они декстроны вторые, еще много, сейчас практически они уже не делают, только вот третьи декстроны остались. Продукт стоит, еще раз напомню, одну тысячу рублей, это стоит 300 рублей продукт. Специально взял статистику почитать за последние 4 года, вообще мы с ними работаем уже давно, уже лет, наверное, 6 или 7 примерно с ними работаем. Сколько мы продали этого конкретно декстрона третьего за 4 года последних? Четырехлитровых канистр продали мы 21600 штук, это в литровом эквиваленте 86400 литров. Двадцаток продали 2800 штук за 4 года, это 57600 литров. И 200-литровых больше продали 576 штук за последние 4 года, это 115200 литров. Давайте приплюсуем все это на калькуляторе, получим, сколько у нас получится. Так, 86400 плюс 57600 плюс 115200. 259200 литров им продали этого декстрона за последние 4 года. На самом деле продали больше, я просто за 4 года статистику взял, потому что у нас там программа не позволила почитать, менялись базы. В общем, колоссальное количество, не было вообще ни одной рекламации, ни одного негативного отзыва какого-то и так далее. От наших клиентов, с которыми мы работаем, а мы продаем его и бочковыми, там есть стол, станция и так далее везде. Поэтому использовать дешевый, недорогой продукт декстрон 3 можно, конечно, но опять же нужно понимать, для какого автомобиля вы его используете. Если у вас там автомобиль, который стоит 3 и выше, то я бы на самом деле подумал насчет использования недорогого декстрона. Тем не менее, если у вас автомобиль какой-нибудь старенький, и вы меняете вовремя по регламенту жидкости, то вполне себе. Статистика вещь упрямая, можно что-то ругать, хвалить и так далее. Ну вот статистика, наша конкретная статистика по продажам этого недорогого декстрона за 1000 рублей за 4 литра. Она говорит сама за себя, нет нареканий, нет рекламации, люди довольны. Что еще нужно за 1000 рублей за 4 литра, 250 рублей получается за литр. Думаю, что всем станет все понятно, если вы внимательно подумаете и включите логику. Еще раз, опять же, я призываю обязательно придерживаться тех спецификаций, которые указаны в вашем автомобиле при замене АКПП жидкости. Но особое внимание уделяет только тогда, когда у вас автомобиль новый, современный АКПП, от 6 ступеней выше. Либо это вариаторный автомобиль, либо это роботизированная коробка передач, которая требует особого внимания и хорошего качественного масла. Туда, когда используется декстрон 3, как правило, им этим коробкам, ну не то чтобы все равно, но тем не менее, они очень многое выносят. И зачастую просто лучше вовремя не очищены масла, которые стоят копейки на самом деле, чем, собственно говоря, использовать какие-то супер дорогие продукты, когда это вообще не целесообразно. Опять же, еще раз, я не топлю за использование дешевых продуктов АКПП, чтобы я не был неправильно понят. Я просто говорю о том, что вот статистика показывает то, что люди, которые используют в недорогих АКПП данные продукты, они все абсолютно довольны, никаких нареканий на них нет. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, я ссылочки на эти продукты размещу в описании к этому видео, размещу ссылочку тоже на завод, чтобы вы почитали, посмотрели, что за предприятие. Мы, кстати, скоро поедем туда его снимать. Сейчас просто у меня много очень планов, скорее всего, в конце июня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok